Донецкая Республика Я не увижу отсюда Я интересуюсь Я не утверждаю Это не Донецкая Республика А вы откуда будете снистигать? Украина, Запорожье Я вас понял Это флаг покойной Харьковской Республики Если вас так интересует Да Ну вы на какие темы беседуете? О чем? Кого ищете в рулетке? Там всякие разные Только что общался С мужчиной С Испанией С дальнобойщиком Ему было интересно со мной пообщаться По поводу того Как лучше всего находить товары в сети Как правильно их находить Я работаю айтишником И его прям это задел Ну и как по вашему Оптимальный какой способ находить По вашему? Опять же Нужно исходить Из Многих таких факторов Сколько человек зарабатывает Может ли он ждать Доставку И так далее Тому подобное Ну это Элементарно Какая И ибэй Самые такие Ибэй Самые крупные Что лучше Амазон или Эбэй По вашему мнению Скорее всего Амазон На эбэй Чаще продается Товар Бывший Беспользованный Такой Ну Амазон тоже Этим занимается Но он по честному Пишет Что Он по честному Пишет Что юзат Или фабришат Если это Переделаны На эбэй Там же Ребята Продают Такие Ну это Аналог Авито В России Или Оилхау У вас Это то же самое Это в принципе Не централизован Это канал Частных Объявлений Я понимаю Амазон Это вроде Как не частных А такая Централизованная Структура Поставляет Но Амазон Мне чем нравится Они постоянно Мне часто Дают бонусы Там 5 баксов Допустим Если ты купил Тебе 5 баксов На счет Потом Следующая покупка Тебе уже засчитывает Эти 5 баксов Где то так Что есть То есть Ну опять же Выбор у них Богатый Есть из чего выбрать А что вы Ну я понял Спасибо за информацию Да Это в общем-то Ну я Тем не менее Тем не менее И так Пользусь Амазоном Ничего нового Я от себя не принял Но она подтвердила Мои в общем-то Предпочтения Преференции В данном случае А что вас так флаг удивил Что странного Ну если бы это была Донецкая или Луганская Республика И Канада Я связи просто не почувствовал А понятно Нет ну почему Если человек приехал Из Донецкой Республики Уехал в Канаду Он бы повесил Флаг Там Донецкой Республики Я вот из Харькова уехал В свое время В Канаду Я чисто вот Как дань памяти Повесил флаг Харьковской Республики Неудавшийся Ребелинг Харьковский Ну Что ж Некоторые вешают Там Испанцы Флаг Испанской Республики Когда они В 30-х Боролись Там против Франка Ну это Как бы Истой Отношение К определенному Истолическому факту Путем Навешивания Флага Ну ясно Да Интересно Ну хорошо Может у вас Такие еще вопросы Интересные есть Ой Вы говорите Вы уехали А как давно уехали Как давно в Канаде проживаете В 5-м году я уехал 15 лет проживаю Довольно Такой отрезок Внушительный А кем работаете В Канаде Если не секрет Ну давайте так Вы Как вы себя нашли там Не Ну я уехал По приглашению фирмы Я не то что нашел Я ехал Целенаправленно Сейчас уже Я закончил работу Там В общем-то Я работал В образовательной сфере Ну сейчас так Занимаюсь Частными уроками Уже Достаточно денег Заработал И уже можно не работать Вот То есть пенсия наступила Не Ну пенсия не наступила Пенсия у нас 65 Но у меня И кроме Пенсия будет хорошо Там Пенсия минимальная В Канаде Знаете сколько Я думаю Больше 1000 Ну да Побольше Главное побольше Чем в Штатах Между прочим У нас пенсия 1516 баксов Канадский Курс Сейчас 0.74 К вашему баксу Вот И Соответственно Где-то 1180 Получается А в Америке По-моему 900 USD Минимальная Пенсия Ну это так Называется Минимальная Пенсия Фактически У нас Минимальная Пенсия Там она 200 с чем-то Но Есть такое Понятие Которое Все бабки Называют Минимальная Пенсия Это G I S GIC То есть Если Если Переводить На русский Это Минимальный Минимально Допустимый Доход Пенсионера То есть Если вы Получаете Допустим Минимальная Пенсия Ну Трудовая Пенсия Вам начисляется Из технологов Которые Из тех Таксов Которые Вы платили Она может быть Начисленной И 5 баксов Допустим Если вы Один день За всю жизнь Работали Или Несколько дней Вот Но если Она Не достает До минимальной Пенсии Вам начисляют Это минимальную Пенсию Я не помню Сколько Она допустим 240 баксов Если Ваша Начисленная Ваим Минимальная Пенсия Меньше Минимального Дохода Минимально Допустимого Дохода Пенсионера Вам платят Минимально Допустимый Доход Пенсионера Которые Наши бабки Называют Пенсией Минимальной Потому что Неминимальную Можно заработать Де факто Если ты там Проработал Больше 25 лет В Канаде И все время Отстегивал В эти фонды Иначе Будешь получать Минималку Вот эту 1516 баксов Вот А Чем В чем Практически Отличается Минимальная Вот Это минимальный Доход Пенсионера Вы получаете Если вы Находитесь В Канаде Не меньше 6 месяцев В году Если вы Гражданин Канады Проживаете Там За границей Вы получаете Это минимальный Пенсионер Еще 240 Баксов Но если вы Проживаете В Канаде Вам Она Добивается До 1516 Даже если Вы 6 месяцев Не проживаете Но нельзя Перейти Хоть На день Этот Предлог Иначе Потеряете Там Несколько Тысяч Баксов Где-то Вот так Как по мне В Канаде Наверное Круче Круче Всего Живется Для Индейцев Которое Коренное Население Я смотрел Для них Там Ну У них Да У них Они Освобождены От таксов Абсолютно От всех Поэтому У каждого Земля Они 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 Производят Подпольные Сигареты И продают В общем-то Которые стоят Более чем В два раза Дешевле Чем Сигареты Которые Под аксизм У нас Дорогие В отличие от вас У нас Дорогие Сигареты Но Индейцы Которые Производят Они Производят Их Соответственно В два Получается В два раза Дешевле Ну и плюс Плюс живут Они на экскурсиях То есть Едешь В какой-то Индийский Городок Экскурсия Платишь Бабки Они там Тебе Показывают Житье И вот Эти бабки Тоже им Значит Приходят Ну В общем Акцептируются Их сообществом Тоже имеют Неплохие бабки За счет А Ну Отличие чем Они до сих пор Готовят на огне Там Типа У них Такие Мангальчики То есть Хоть у них Есть интернет В доме Электричество Но все равно По традиции Готовят они Исключительно На огне Все Все себе Вот Такие дела Ну окей А вы Не блогер Случай Не стример У вас кресло Такое блогерское Не Не Я Вебразработчик А Что вам интересно Сейчас Покажу свою Идешку В которой я работаю Пишу код Как-то так Ну понятно Да Интересно А вот Вы в Харддрайве Разбираетесь Еще раз Ну вы Софт Софт Инженер Я так понимаю Вы Вы Софт Инженер А в Харде Разбираетесь Нет Не разбираетесь У меня просто вопрос По проблемам Жесткого диска Есть Ну ладно Тогда Это значит Ну окей Ладно Ладно Может вопрос Чуваке Есть Не буду вас Надерживать Спасибо вам Ну одну секундочку Вам тоже Спасибо А он Как будто Не взначай Всего лишь Домар Дал Началь А за себя Он был Совсем Не разговорник Да Дурака Валяне Разговаривают Разговаривают Вон Стоя Домарь Почему Же Тогда Утилитарным Государством Правильно Утилитарное Государство Правильно Великобритания Утилитарное Государство Германия Утилитарное Государство У них Есть Один Ты черный Жопа Мне не нравится Черный Жопа Ты черный Наверно Зря Жалел Деникин Хамов Их Надо Было Брозгать Да Блятьми А Вот Теперь Ни Воинство Ни Храмов Сократия Помойки Диктует Моду На Мораль Мне Наплевать А Сердцу Горько Но Ты Мне Улица Родная Из Неподога Дорога 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 Дорога